я представитель масла дениса анатольевича вот сейчас задержали почему никто не выходит меня к нему не пропускает со мной не надо работать я представитель ну я должен со своим это доверителем переговорить чем понятно так он находится там за пределами без защитника не имеют права работать кто освободится вы обязаны незамедлительно незамедлительно допустить меня защитника так я про это и говорю что вызовите сотрудника не я поняла вы можете с ним связаться спустился чтобы там не творили без беспредел знают а почему не выходит освободятся от чего но я могу переговорить со своим доверителем вы их кому зачитали можете сказать товарищу масло денису анатольевичу а также вам то есть вы хотите сказать что вы разъяснили права и в первую очередь денису анатольевичу вам для информации как закону хорошо тогда я сформулирую по другому вопрос вы мне права разъяснили вам право да вам как защитнику естественно извините мое упущение давайте вы теперь не разъясните права я попытаюсь но скажем так в отношении вас также касается 25.5 защитник и представитель также статья 25.3 законный представитель физического лица пункт 1 защиту прав и законных интересов физического лица в отношении которого ведется производство по делу административного правонарушения или потерпевшего являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права осуществляют их законные представители законными представителями физического лица являются его родители усыновители опекуны или попечители родственные связи или соответствующие полномочия лиц являющиеся законным представителем физического лица доставляются документами предусмотренными законом законные представители физического лица в отношении которого ведется производство по делу административного правонарушения не потерпевшие имеет права и обязанности предусмотренные настоящим кодексом в отношении представленных имя лиц при рассмотрении дела об административном правонарушении совершенном лицом в возрасте 18 лет судья органа должностного лица рассматривающего дело об административном правонарушении в праве признать обязательным присутствием законного представителя указанного лица да более каких-либо прав в КААПе по делу в административных правонарушениях для защитников не пересмотрен ну вы скажите, что все, вы меня разъяснили все, вам я разъясню ага, ну ладно, будем считать, что вы мне разъяснили, хотя вы мне ничего не разъясняли давайте все-таки я попытаюсь воспользоваться своими правами, которыми вы мне не разъяснили, а правом ознакомиться с материалами дела вообще-то я вам их разъяснил кого мне разъяснили? в статье 25.5 это все очень, как бы все звучало нет, я вас спросил, вы кому до этого разъясняли, вы сказали, что Денису Анатольевичу, что мне не разъясняли, а мне вот вы отдельно сейчас начали разъяснять 25.5 я могу повторно вам разъяснить 25.5 ну давайте, я не знаю, просто нет, давайте все про процедури делать, как положено пожалуйста, статья 25.5 Клаб ПЖАП защитник и представитель для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении производство по делу об административном правонарушении может участвовать в защитниках для оказания юридической помощи потерпевшему представителю пункт 2 в качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным в соответствии адвокатским образованием. Полномочия нового лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. Пункт 4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении. Пункт 5. Защитник и представитель, допущенный к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение меры обеспечения производства по делу, постановления по делу, пользоваться иными профессиональными правами в соответствии с настоящим кодексом. Все. Все? Все. Ну, считайте, что разъяснили? Хорошо. Ну, тогда можно воспользоваться правом ознакомиться с материалами дела? Ну, в принципе, вы это уже делали, но пожалуйста. Ну, как делали? Знаете, я в руках подержал, это не значит, что я сделал. Значит, я буду ознакомиться с применением технических средств. Это все материалы дела, правильно я вас понимаю? На данный момент пока что да. То есть, что мы имеем? Мы имеем объяснение. Так, подождите, давайте я сейчас немножечко закончу вопрос по поводу ознакомления и доведения статей. Вопрос Денису Анатольевичу. Денис Анатольевич, вас просит 51 статью. В связи с этим я попрошу о доведении и ознакомлении статей расписаться. Денис Анатольевич... Ну, мы же соблюдаем процедуры, правильно? Давайте так, Владимир Владимирович. Денис Анатольевич, можете делать то, что буду говорить я, как его защитник. Хорошо, Владимир Владимирович, давайте вам, как защитнику. Мы, как вы сказали, соблюдаем все процедуры. Все верно? Все верно. Я вам говорю о том, что Денис Анатольевич отказывается от подписи. Дальше вы можете делать в соответствии с тем нормативным документом, который рекламентирует ваше действие в данной ситуации. Без проблем. Все правы. Что не надо, по-действию, разъяснять. Любимца, это кто? Это сотрудник. То есть, заявление от сотрудников, что ли, сделал заявление? Ну, видимо, да. Сообщение. Это не заявление. Нет, написал заявитель. Ну, это сообщение. Хорошо, я сказал. Заявление, это вот, вот у вас бумажка, например, вот это, да, вот у вас заявление. Я не вижу ни одного заявления. Я не вижу. Рукописное, видите, он, ну, ладно, ясно, объясни мне. Даже заявление нету. Ну, в данный момент, скажем так, в материалах дела нету даже заявления. У нас есть сообщение закурсированное, у которого есть свой номер. Кто заявитель? Заявитель любимцев, видите, любимцев. Ну, я его подписи не вижу, где? Здесь не должно. Кто такой любимец? Это сообщение. Это не заявление. Есть такие, знаете... Вы буквально недавно сказали, что мы здесь задержаны на основании какого-то там заявления. Сообщение. На данный момент выясняется, что нет никакого заявления. Я вам еще раз повторю. Гражданин Масло Денисов Анатольевич был сюда доставлен на основании данного сообщения, рапорта сотрудника и вон того объяснения. Кем подписано это сообщение? Это сообщение не должно быть никем подписано. Оно подписано на данный момент. Денис Анатольевич, вы слышите, что происходит? Видите, вон там вот штамп внизу? Ну. Подписан оперативным дежурным. Отдела полиции. Я вам открою секрет, наверное, для вас, что любое обращение кого-либо, оно за подписью заявителя делается. Будь то заявление о преступлении, о правонарушении, о происшествии и так далее. Даже если человек собственному не пишет, составляется протокол, он все равно расписывается. Понимаете? На данный момент заявление где? В этом сообщении нет. Есть рапорт сотрудников. Да подождите, с рапортом сотрудника мы разберемся, где составание. Рапорт сотрудников является точно таким же заявлением, я вам довожу, по которому также проводится проверка. Правильно я вас понимаю? Заявления не было на данный момент. Есть рапорт. Было сообщение. Но где оно? В материалах дела его нет. Вот сообщение. Подпись заявителя где? Здесь не будет подписи. Сообщение было сделано по телефону. Заявители, я извиняюсь, по телефону не подписываются. Точно так же, как гражданин Масла Денис Анатольевич. А, то есть не задержали моего доверителя на основании какого-то телефонного звонка, правильно? Сообщение и рапорта сотрудников полиции. Вы ознакомились со статьей 27.2 и 27.3 Коап? Да. Что вы там увидели? Я их могу вам сказать, я и так до этого и знал. Прекрасно. Мне говорить не надо, я их знаю. Вы осознали, что вы не имеете права сейчас задерживать моего доверителя? Осознал, что имею на это полное право. Понятно. То есть вы согласны с тем, что на данный момент в материалах дела есть объяснение некой Золотарева Инна Александровна, да? Александра Золотаревна, ну, наверное, так. Есть некий рапорт от Данюк. Данюк или Дахану, или Дахану. Я не понимаю, что тут написано, этот почерк. Кто этот рапорт написал? Вот, видите, старший инспектор ООО ПАС УМВД России по Мурманской области, капитан полиции, не знаю, Данюк, Далюк. А где здесь написано то, что сейчас вы сказали? Что именно? Ну, старший полицию, вот это все где-то написано. Вот над фамилией и подписью вот там написано. А, вот это же, да? Да. То есть есть рапорт? Сотрудника полиции. Сотрудника. И есть, я так понимаю, его же? Не его же. А чье? Это хорошо, кто это вот это? Любимцев – это начальник подразделения, где работает данный сотрудник. Видимо, они сообщили своему руководству, руководство позвонило сюда. А на месте уже был написан рапорт сотрудника, который был принят сотрудниками ППС и также сюда доставлено. Сообщение о совершении административного правонарушения или преступления. Ну, вот сообщение. Видите, сообщение. Ну, какого правонарушения? Оно уже является основанием для проведения проверки. И является ли это основанием для задержания человека? Не перебивайте. Точно так же, как обращение по электронной почте направленное и тому подобное. Но это я к тому, что вы про подписи и тому подобное. Скажите, пожалуйста, является ли какое-либо анонимное сообщение и тому подобное основанием для задержания? Либо, по-другому сформулирую, какая-то ваша проверка для задержания человека. Ну, проводите, ради бога, вы можете там по листочку выдать, там еще что-то там. Если вы возбудили административное дело, опять же, какое дело вы возбудили, по какой статье, в чем конкретно обвиняется мой доверитель. Ведь ничего нету абсолютно. Вот в тех материалах, в которых я ознакомился, нет от слова совсем ничего. Даже не установлено конкретное лицо. Ничего нету. Как не установлено? Вот так установлено. Ну, вы читаете объяснение. Какая-то гражданка. Понятное дело, она не знает, как зовут Дениса Анатольевича. Я до этого тоже не знал, как его зовут. Я бы точно так же написал, что неизвестный мне гражданин ругался матом. Ну, если бы он ругался матом. Вы можете вот эту фразу прочитать, последнее предложение? Что здесь надо? Давайте. Я просто не очень много прочитал. Выражался нецензурной бранью, не реагируя на... Не реагируя на замечания граждан, нарушал общественный порядок. Смотрите, вот здесь хоть что-то сказано про то, что как написано в рапорте. В рапорте написано другое. Вот уже не соответствие объяснений и рапорта. Зашли сотрудники по гражданке, показали устререние бармену. Вы подошли к ним и попросили показать устререние вам. Они отказались. У вас произошел словесный конфликт на этой почве. Вот вы ее начали снимать. Но бармен говорит, в ходе конфликта вы неизвестной бранью не выражались. Да вы еще не могли выражать. На данный момент, смотрите какая ситуация, нас незаконно удерживают. Сейчас даже независимо от того, что вы сейчас рассказали, как бы то, что там состава с нашей стороны никакого нету, там не по 20.1, это хулигастра, ну ничего нету, да? А помимо этого нас просто здесь незаконно удерживают. Вот мной уже написано заявление о совершении преступления сотрудникам полиции. То есть это у нас Артем Сергеевич. Давайте начнем с того, что вас никто не удерживает. Ах, что? Вас конкретно, вас никто не удерживает. Да вы еще не хватало, чтобы вы меня удерживали. Вы удерживаете, мы его доверите. Я здесь буду находиться, пока у меня есть такая возможность. Так и выражайтесь конкретно. Вас конкретно никто здесь не удерживает. Я когда говорю в множественном числе, я имею в виду меня и доверителя, а не себя. Выражайтесь конкретно, не говорите. Так вот, о нас сейчас подготовлено заявление, Нам тут очень трудно и долго разъясняли наши права, которые мы так и не можем воспользоваться, в частности заявить отвод данному господину, потому что он ведет себя крайне некорректно, в частности даже перебивает на данный момент. Хотелось бы все-таки, чтобы вы как сотрудник полиции приняли меры, чтобы нас все-таки сейчас прям незамедлительно выпустили. Подождите, а Денис, может, там будет писать заявление по факту причинения ему? Мы уже на Excel зарегистрируем через дежурного, получим курс, все как положено, под видеозапись, данная ситуация будет придана общественному, скажем так, полицанию, ведется аудиозапись непрерывная. Мы должны все показать, как наши сотрудники задерживают людей только на основании того, что кто-то что-то где-то как-то сказал, понимаете, не разобравшись ситуации. То есть у него были все основания собрать сначала материал, а потом по материалу, если были бы основания, пригласить на виседу, в том числе и задержать и так далее, понимаете. А сейчас мы просто пользуемся своим должностным положением, злоупотребляем. То есть мы берем человека и держим какое-то время. Вот на мой взгляд, это преступление. Злоупотребление своими даже своими полномочиями. В связи с этим у меня написано заявление, сейчас будет подано. Поэтому я к вам обращаюсь, как к сотруднику полиции, все-таки примите незамедлительные меры, чтобы данный гражданин был отпущен. Потому что то, что вы сейчас знаете, вы знаете, что с его стороны не было ничего. Он написал заявление в отношении тех гражданин, правильно? Давайте, мы закончим. А давайте, подождите, я сейчас задам такие вопросы тоже. 51 статья Конституции, Денис Анатольевич, пойдем. Давайте мне уже козырять 51 статью. В момент... Которую полицию сделайте, пожалуйста, возможность, чтобы поддержите. То есть, в этом заявлении вы отказываетесь от объяснений и прочего, правильно? Все правильно, входит. Это 51 статья Конституции. Сейчас мы в дежурной части подадим два заявления, а дальше мы будем уже в рамках других, скажем так, проверок и прочее разбираться. Буквально, буквально минуточка, да? В соответствии, да, соответственно, я понимаю. Вы отказываетесь, опять-таки, по вашему заявлению. Тоже отказываетесь давать. Денис Анатольевич, я не понимаю, что происходит. Нет, вы понимаете, что... Я не хочу с вами грубо разговаривать. Вам раз сказали, два сказали, что непонятного? Вы сейчас... Вы пустите человека. Вы меня сейчас перебиваете. Человека выпустите. Я не собираюсь с вами разговаривать. Вы недостойны, понимаете? Вы удерживаете незаконно человека. Вы сейчас будете меня еще оскорблять, да? Понимаете? А ты что, оскорбился, что ли? Я теперь еще раз вам поясняю. Выпусти гражданина. В случае, если... Гражданина выпусти. Вы не даете объяснения. Да он тебе сказал, что он не дает тебе объяснения. Соответственно, мы должны составить такой же благ в вашем присутствии, чтобы... Что происходит? Сотрудник полиции, ну, примите меры. Все происходит. Выпусти человека, а потом делать, что хочешь. Развлекайся, как хочешь. Зарегистрируем заявление. Два вот этих заявления. Денисом тоже пойдемте. Иначе мы так будем сидеть, Денисом. Вы продолжаете удерживать, я так понимаю? Хорошо, да, смотрите. Я сейчас... Вы подаете заявление... Мы сейчас подаем заявление. Скажите, пожалуйста, вы не уходите. Мы к вам обращаемся к сотруднику полиции. Вот у меня есть заявление, что вот этот сотрудник полиции совершил преступление. Примите, пожалуйста, меры. Все, это заявление... То есть, вы можете регистрировать в дежурной части. Я знаю, в ваших консультациях не нужна. Все. Выведите нас отсюда. Да, я вот сейчас выведу. Все, пожалуйста. Все, у меня досушки до конца. Давайте мы будем говорить вот в том месте, где не за решеткой. Чтобы мы не считались как задержанные. Факт незаконного задержания умеется, зафиксирован, протокол не составлен. Снимите, пожалуйста, заявление 2 о совершении преступления, присвоите ГУЗ и, пожалуйста, протокол задержания выдайте на руки. ППСники дуркуют. Еще участковые, я так понимаю, дуркуют. Вы столько не можем тупым быть, просто непробиваемым. Зачем брать сейчас объяснение, если мы еще заявление не подали в какую-нибудь объяснение? Ты понимаешь? Даже нету заявления. Да. Даже нету заявления. Есть рапорт по пояснику, в который пребесли свои полномочия по доставлению тебе сюда. И объяснение непонятно кого, непонятно о чем. Причем объяснение не стоит в этот рапорт. Это жесть, просто жесть. Я не знаю, как так вообще произойти. На, повески протяйте. Вот участковый, он вообще не знает процедуры. Вообще. Просто вообще не знает. Никак права разъяснять, никому разъяснять, что разъяснять. Просто жесть. Они думают, что если есть какое-то сообщение, да, то значит надо, ну, все человека, прессовать, выдевать, там. Ожидаем. Ожидаем. Может так стоять очень долго, поверю. Куст, талончик, зарегистрируйте и все, что ожидать, что тут долго ждать. Это тоже есть. А? Это тоже работа есть. Смысл? С другим заявлением работа. Так освобожить, что-то чувство... Не, ну там вы можете отложить, потому что у вас человек не стоит. Да, я подошу на талончик. Хорошо, давайте мы вам перезвоним и узнаем номер куспа и достаточно этого будет. Да, мы уйдем сейчас, вкус просто мы вам перезвоним, узнаем, когда можно будет зайти узнать. Ну, у вас телефон же есть на... Ну, 102, да. Позвоните, я кустам, скажу, или другого, кто будет на сцене. Кто-то будет регистрировать. Смотрите, нам нужно составить протокол задержания. Вот человек удерживался, но длительное время. Протокол задержания по нашему требованию должен быть предоставлен. Одно из заявлений о том, что как бы был незаконно задержан мой доверитель. Протокол задержания не составлен. Все, я вас понял. Достать. Ну, вы просто... Протокол задержания будет составлен кем-либо? Знаете, запуск первого, в лесу, в бау, в кустах. Там он с вами связан. Протокол задержания будет составляться? Протокол задержания? Да. А? Будет составляться, да. Когда? Глянем угоны. А кем будет составляться? Задержан. А? Вот кто задержан. Так как, говорит, не задержан, говорит, по пояснике задержали. По пояснике нету. Ну, это есть в раппорте это указано. Не указано? У нас этого раппорта сейчас нет на руках. вы можете просто зарегистрировать и закончим на эту дискуссию но вы уже уважение приведет про проявить и человеку который стоит перед вами позже денис анатольевич отказывается регистрирует заявление значит сделаем заявление прокуратуру по данному факту видео приобщим значит сотрудник полиции услышали да я надеюсь значит мы зафиксировали отказ зарегистрировать наше заявление сделаем заявление в полицию материал приложим видеозапись всего хорошего до свидания надеюсь вы тут долго здесь работать не будет всего хорошего вот такой вот бардак не только ты что можно узнать что происходит паспорт убери паспорт убери а что ты мне указываешь я вам что не указываю я вам разрешался я фотографирую мне неинтересно твое разрешение мне неинтересно неинтересно я спросил вообще-то удостоверение в развёрнутом виде предъяви пожалуйста удостоверение в развёрнутом виде предъяви глухой что ты ты же смелый подошел к девочке давай пообщаемся а сегодня будешь на ютубе я тебе обещаю хочешь в суд обратиться что ты мне запрещаешь то давай обоснуй что за тих то там зашел корочка машет смелый какой ты мне махни то перед лицом банан достань из ушей или у тебя что там или может что во рту что-нибудь торчит не торчит так а запись у меня идет это будет на ютубе сегодня включай не включай так что смелость то пропала удостоверение в развёрнутом виде удостоверение в развёрнутом виде он кто вообще прочитал полиция полицейские удостоверение в развёрнутом виде где одежда или что там АБЭП, АБНОМ, кто-то там а не АБНОМ, это наркотики полицейские к тебе гражданин обращается у засоверения в развёрнутом виде ну мне наверное надо полицию вызвать да какой-то чел зашел непонятный в штатской одежде 51 статья Конституции 51 статья Конституции ты слышал, нет? да не надо было давать 51 статью и всё они оборзевшие смотри какой смелый камеру убери меня не снимай а друзёчкам своим чё сказал то? снимайте давайте его, снимайте чё испугался? чё испугался то? чё за тих то там? молодой человек меня снимает наверное тоже надо чтобы на ютуб попал сегодня да? обязательно, обязательно молодой человек вы сегодня будете на ютубе можете унуться, помахать рукой училища броenk セクral ПОППРОКИ ПОППИТМИ и